Мы очень рады встретиться с вами сегодня и также рады приветствовать сегодня посла государства Ирака. Сегодня 8 июня мы провели службу. Светлая праздник 50-й Святой Троицы на благословенной русской земле в нашем храме Мамбре. В сегодняшнем Евангелии мы услышали, как Господь наш Иисус Христос заповедовал Своим ученикам апостола, «Если вы любите Меня, то храните Мое заповедение». И Он сказал, «Я попрошу Моего Отца, чтобы Он послал вам Дух Утешителя, чтобы Он был с вами». «Духа истины» и здесь, когда мы говорим «Параклина», это слово означает «Святой Дух». И говорит о том, что «Святой Дух, который зовется на учеников, Он научит их всему». «И говорит о том, что тогда вы вспомните все, о чем я вам говорил». «И тогда придет к вам Параклина, Утешитель, Дух, Истинный Дух от Отца Моя». «Дух, который исходит от Отца Моя». «Он будет свидетельствовать обо мне». «И вы также будете свидетелем». С самого начала я разговаривал с вами. «Но не переживайте, не беспокойтесь о том, что я ухожу и возвращаюсь к тому, кто послал. Истинно говорю вам, что лучше для вас, что я покидаю вас. Ибо если я не покину вас, то Параклина не займет вам. Но если я уйду от вас, то тогда пошу и уйду к вам. Когда же придет к вам Дух Истины, то Он будет руководить вами, и Он вам расскажет о будущем для вас. «Вы слышали, что в начале этой Евангельской главы Иисус Христос сказал, это есть Моя заповедь». «Он сказал, возлюбите друг друга так же, как и я возлюбил вас». «Нет более другой, более великой любви, нежели, когда человек положит себя ради друга своего, ради ближнего друга». «Вы ближние Мои и являетесь сильным, если вы будете исполнять все то, что Я заповедовал». «Поэтому, возлюбленные мои, если мы будем слушаться заповедь Христа, то Он избавит нас от рукава и избавит нас от всех напастей». «Иисус Христос подтвердил свою любовь, доказал свою любовь к нам». «И принял ради нас смерть на кресте, как Агнец Божий, чтобы спасти наше человечество от смертного греха». «Не следует нам забывать о той милости и о том добре, которое сделал нам Господь Иисус Христос. Господь Иисус не просит нас сделать что-то невозможное, чтобы мы не могли сделать или совершить ради дела». «Он просит всего лишь исполнять Его законы, любить друг друга и будет рад, радуется, когда мы выполняем Его заповеди и пребываем в любви». «До того, как вознестись на небо, он вышел со своими общественными учениками к Ифанию. Он поднялся на гору, которая называется Маслечной горой. Там он сказал, что я пошел вам обетование отца Майдуму, но вы должны будете оставаться в городе Иерусалиме, пока не получите силу с небес». «И тогда поднял Он руку свою и благословил. Когда же благословлялось, в этот момент Он вознесся на небо. Они же поклонились ему и возвратились к Иерусалим. Собрались там также другие ученики, кроме 11 апостолов. И все они вместе пребывали в молитвах. «И тогда встал Симон Кифа, встал посреди апостолов и сказал, нам следует избрать из учеников, которые здесь находятся мужа, который был вместе с нами». Это были ученики, которые находились с ними со времен крещения Иоанном Крестителем. И те ученики, которые были до того времени как Минус, Христос вознесся на небо. «И сказал Симон, этот ученик будет вместе с нами свидетелем Его Вознесения вплоть до Воскресения». Тогда они избрали двух мужей, выдвинулых Йосифа, который был прозван Юстусом, и Матреем. Они помолились и сказали, Господь, Ты знаешь, Ты ведаешь в сердцах всех. Покажи нам того, который уходим Тебе, чтобы он служил вместе с нами. И занял бы то место апостольское, которое отнялось от Юли. Бросили жребий, и жребий пал на Матрею, и он был причислен к числу одиннадцати апостолов. «Свершилось десять дней после того, после воскресения Вознесения Господа на небо». «Наступил день Пантекосты и Пятидесятницы» — это греческое слово, а на нашем языке она означает «пятидесятницу». Пятидесятый день после воскресения. В этот день все двенадцать апостолов пребывали вместе в одном доме. «Неожиданно раздался глаз небо, подобный сильному ветру, который заполнил весь этот дом, все это жилище». И стали видны им языки, которые разделялись как огонь огненный язык. И эти огненные языки сели на каждого из них. И все они припелились, исполнились двух освяталов. И стали разговаривать разными языками. Таким образом апостолы получили рукоположение от главной церкви от Иисуса Христа. Затем дальше эти апостолы рукоположили семьдесят учеников своих. Их также назвали апостолами. После того, как они получили это рукоположение, все они вышли из Иерусалима и направились в страны, прежде всего, в Бетнакрин, в Месопотамию. И там, в Месопотамии, они обучали Христовому учению наших предков. Это Валерий, Симон, Пифа, Турман, Фома и Варфлами, которые мы называем Варфлами. А так, это из апостолов, а из семидесяти учеников Ады, Марьи и Алгей. После воскресения Христова, Иисус Христос явился своим ученикам на горе, чтобы они лишний раз убедились в том, что Он жертв и воскресе. И также Он заповедовал и учил о том, что после того, как они должны примут Духа Святого, и получил силу, и началась эта проповедь с города Иерусалима. Иисус Христос тогда сказал мне, да там всякая власть на небе и на земле. Так же, как Отец Мой послал Меня, так и Я вас послал в себе. И сказал мне, идите и научите все народы и крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И учите всему тому, чему Я вас вручил и учу. Я же пребывал с вами во все веки до конца этого мира. После того, как ученики получили Духа Святого в этот день Пятидесятницы на 50-й день после воскресения Христова, И этот день Пятидесятницы считается одним из семи великих Господних праздников нашей Церкви. Здесь же в Пятнице Симон и Кифа вместе поднялись, они сразу чтобы помолиться. Был там один человек поворот в храм, который был немощен от рождения своего и возлежал там и просил помощи тех, которые приходили в храм. Когда он увидел, что Симон и Иоанн входят в храм, попросил у них, чтобы они ему помогли. Посмотрели на него Симона и Иоанн и сказали, посмотри на нас. Он же посмотрел на них, думал, что они договорились в помощи словами. Сказал ему Симон Петр сказал, нет у меня злата и серебра, но то, что у меня есть, я отдам это тебе. По имени Иисуса Христа Назария Евгения встань и иди. В одной части встал этот больной и неважный человек, поднялся на ноги и вошел с ними вместе в храм. И это было чудо, которое сотворили апостолы с помощью Святого Зона. Ибо Иисус Христос помогал им, когда они просили у него помощи. Сегодня мы, как христиане, возносим молитвы Господу Иисусу Христу. В кротости и сверу просим у него помощи, чтобы он помог нам. Просим покаяния наших грехов, чтобы быть достойными его причастия. И когда мы принимаем его участие, мы должны верить, что мы действительно принимаем его духовное тело. И мы принимаем причастие тела Иброва к Христову, для того, чтобы они смешались с нашим телом Ибровом. И мы должны понимать, когда вы приходите в Церковь, в Церковь есть Дом Божий. Церковь следует приходить в этот Дом Божий с чистым сердцем. Все люди, которые поссорились или пребывали, или злые друг на друга, они должны примириться друг с другом, прежде чем придти прав. Ибо то, делая кровь Христовой, которую мы вознесли на Аллах, мы вознесли молитву Господу Иисусу Христу, чтобы Он спустился в Дом Святой. И вот эти хлеб и вино превратились бы действительно в плод и кровь Христов. Не имеется в виду здесь не плодское тело Христа и не Его плодская кровь, но то духовное тело и та кровь, которая пребывает с нами. Иисус Христов. Поэтому, когда вы будете подходить и принимать участие, вам следует будет возложить правую руку налево. И когда обложить туда тело Христова, вам следует приблизить кофе руки, которые представляют собой знак Христа и так слушать тело Христова, а не в коем случае не брать его рукой, как мы делаем с обычной хищей. Продолжение следует. Поэтому мы сейчас совершим операцию в Молитву Гусая, Пакаянный, операцию. Перечислить и пусть каждая обратится к Господу и строится Пакаянный. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»